20 минут о красивой жизни, интересных людях и знаковых событиях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Кинезиология. Несмотря на то, что эта наука существует с давних времен, популярность она стала обретать в последние годы. В чем заключается лечение и профилактика? Кто такой специалист по кинезиотерапии? Найти и другие вопросы, ищите ответы в следующем сюжете. Кинезиотейп. Даже если вы не знаете, что такое кинезиотейпирование, наверняка вам попадались на глаза люди с цветными пластырями, наклеенными на тело. В чем суть этой необычной методики, мы решили выяснить у специалиста прикладной кинезиологии Артема Девяткова. Какая функция кинезиотейпа? В первую очередь, если правильно специалист наклеил кинезиотейп, то есть вообще это по себе такая эластичная ликопластырь, то он предохраняет от повреждения как связки, как мышцы, так и сустав. То есть он как бы играет функцию дополнительных связок, тем самым он держит сустав, то есть предостерегая его от вывихов, от травматизации. Вообще разрабатывалась наука, это как спортивная наука в первую очередь, то есть она признана для того, чтобы поднять результаты у спортсменов олимпийской сборной. Мы ощущаем, как в нашем организме напрягаются и расслабляются мышцы, как работают суставы, а вот о существовании миофасциальной ткани многие из нас даже не догадываются. Она обволакивает внутренние органы, входит в состав сухожилий, связок и суставов, покрывает кости и нервы, а ведь именно с этой тканью и работает специалист кинезиологии. Как еще Томас Майерс говорит, как раз один из основателей теории миофасциальных цепей, что они похожи на поезда, то есть и формируются пути. Эти пути у нас проходят почти через весь организм, то есть есть длинные цепи, которые начинаются у нас даже, ну вот самая длинная цепь, это поверхностная задняя линия, которая начинается от отмрованных духов, заканчивая подошвенными мышцами наступят. Их на самом деле много, то есть их больше 50 даже, более мелких. Основные 13-14, с которыми работают кинезиологи. Работают с ними посредством, в основном это кинезиотерапия, то есть упражнения. Это индивидуальное упражнение, которое подбирается строго индивидуально, потому что у каждого человека разные проблемы, то есть и причины их возникновения также могут быть разные. При подъеме человека из сидячего положения в вертикальное положение, какая-то мышца начинает не полностью функционировать, нагрузка сразу падает на ту мышцу, которая помогает ей в этом. То есть мы перегружаем уже автоматически другую мышцу, а мышцы у нас связаны с суставами напрямую, то есть они уже биомеханику сустава, движение в этом суставе, допустим в коленном, если мы про приседание говорим, изменяют. То есть и боли появляются от того, что просто одна мышца работает, а другая нет. И именно кинезиолог помогает протестировать, то есть и найти ту мышцу, которая не работает, а которая работает. Вот и уже воздействует на нее, то есть зависимость, чтобы исправить эту проблему. Кстати, область воздействия кинезиологии чрезвычайно широка. К специалисту можно обращаться при таких заболеваниях, как сколиоз, ожирение, межпозвонковая грыжа, сосудистые заболевания, а также гинекологические и урологические и нарушения обмена веществ. Брюки. Знакомый и необходимый предмет как мужского, так и женского гардероба. Хорошо сидящие брюки – это и опрятно, и стильно, и в конце концов просто красиво. Кстати, в Германии есть компания, которая на протяжении 130 лет занимается созданием идеального лекала для брюк на разные типы фигур. И представитель этой компании недавно приезжала в Челябинск. Вне зависимости от возраста, типа фигуры и стиля, брюки давно стали необходимым элементом гардероба. Стоимость пары джинс может отличаться в десятки раз. Это может зависеть и от дизайна бренда, и от качества кроя и материала, которые используют производители. Компания Brax в производстве лекал, в производстве моделей использует изначально расчеты для четырех основных типов фигур. В современном дизайне настолько отработаны лекала, что позволяет проводить примерочное минимальное количество времени, чтобы определить свою модель брюк. Это достигается, безусловно, и историей самого бренда. Все-таки 130 лет за плечами производства именно брюк дают о себе знать. Конечно же, наш консультант поможет определить тип фигуры и соответствующую постатку. Одна из самых популярных у нас категорий – это Slim Fit. Здесь идет средняя посадка, она поуже в бедре, ну и снизу тоже есть укороченная и полная длина. И все модели, начинающиеся на S, Slim Fit, относятся к Slim Fit. Это Сара, Шакира и одно исключение – Мэри есть. Все модельки на F, которые начинаются в Feminine Fit, относятся как раз к этой категории. Фарина, то есть там много моделек. И Королла. Королла – это исключение. Короллу не стали переименовывать под эту классификацию, потому что она уже этой модельке больше 20 лет. Вот она пользуется, такая базовая моделька, пользуется популярностью, поэтому ее ставили так. Это Feminine Fit. У нее высокая посадка, она объемная в бедре и, как правило, прямая. Снизу 38 сантиметров. Благодаря современным технологиям производства, джинсы сохраняют свою форму и цвет даже после многочисленных стирок. Особые эластичные ткани настолько комфортны, что в таких джинсах можно даже отправиться на пробежку. Из последних технологий использовано две нити эластана определенной скрутки. И одна нить эластана отвечает за растяжение материала, а другая – за сжатие и приведение материала в первоначальную форму. Общий вид брюк остается в первоначальном виде после стирки. Никаких сюрпризов по изменению размера не происходит. Брюки настолько становятся комфортными в носке, что в них можно даже заниматься активными видами спорта. Выбор джинс сегодня не ограничивается только поиском подходящего размера. Каждый сезон предложения от дизайнеров столько, что разнообразить свой кэжуал-гардероб можно легко, со вкусом и творчеством. Европейская одежда для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Рассмерный ряд с 44 по 60. Сеть салонов «Априори». Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Традиции ювелирного мастерства в современной подаче. Авторские украшения из золота и серебра. Эксклюзивные обручальные кольца. Дизайнерские работы только с натуральными камнями. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Город Челябинск. Цвилинга 44. Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Запись на прием – 2 минуты. Диагностика и сдача анализов займут 50 минут. Сама лазерная процедура – 40 минут. Всего полтора часа и вы избавлены от варикоза. Быстро и безболезненно. Пошелушишь колосочек, очистишь пшеничку и скушаешь. Сразу чувствуется запах хлеба. Без соли, без ничего. Но приятно. Вот эта легкая белая мука. Мягкая-мягкая. МАКФА. ОСНОВА ТВОРЧЕСТВА. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. О модных тенденциях стилисты говорят с точки зрения необычных сочетаний предметов в гардеробе. Дизайнеров же чаще всего вдохновляют ткани, их цвета, принты и фактуры. Что будет модно в сезоне «Весна-лето-2019» рассказывает эксперт по текстилю Наталья Лукошкова. С сезона в сезон, из года в год мы носим цветочный принт. В крупных и мелких цветах. Графичных и акварельных, легких и плотных. И цветы – это как раз тот самый принт, который позволяет женщине выглядеть максимально женственно, и такой девочкой-девочкой. Но он один из самых опасных, потому что даму славянской внешности он может превратить в красавицу сельской местности. Если вы выбираете цветочный принт, пусть цветы будут либо нарисованы детской рукой, либо как с картинной экспрессионистов. То есть что-то в них должно быть необычное, дерзкое. Леопард, зебра, змеиная кожа – это, конечно, один из самых сексуальных, самых провокационных, самых сложных принтов, потому что есть те, которые без него жить не могут, и те, которые его избегают. И дело в том, что как раз-таки дизайнеры и производители текстиля нашли замечательный компромисс. Они леопард покрасили в необычные цвета, стилизовали и расширили категорию дам, которые могут себе его позволить, потому что он более ироничный, более легкий, не такой экспрессивный, не такой агрессивный. Еще анимация встречается в нарисованных животных. Это могут быть коровы, причем замечательное сочетание коровы с горохом. Это павлины, птицы, кошки. И подобные ткани могут себе позволить как раз-таки дамы с большим чувством юмора, с большой самоиронией. В моде сейчас неоновые цвета. Они яркие, открытые, где-то безапелляционные. И, конечно, кому-то они идут, особенно идут молодому поколению. Если мы говорим про современных женщин, которым чуть больше 20, то, конечно, неоновые цвета — это не совсем их категория. Лучше выбирать цвета пастельные, приглушенные, пыльные, сложные. И если мы выберем монохромный образ, например, в одном цвете, но в разных фактурах, будь то как тавту и кружево, например, сочетая спортивный бомбер и кружевную комбинацию, получим как раз-таки очень красивый, современный, спокойный, аристократичный образ. Никакой другой цвет так не оттеняет загар летом, как белый. И каких бы он ни был оттенков, сливочный, ванильный или просто чисто белый, он, конечно, выглядит очень свежо, он выдерживает максимальную жару. Конечно, белый — это чистый лист бумаги, и поэтому, если мы говорим про гладкую белую ткань, то необходимо дополнить конструктивные линии, то есть чтобы изделие смотрелось более сложным. Белых тканей сейчас очень много в разных фактурах. Это и шитье, и кроше, и кружево, и органза, и жаккарды. И как раз-таки все эти ткани смогут создать платье, про которое мы говорим, усидеть на всех стульях. В зависимости от того, куда вы наденете белое платье, ему можно и поднять градус торжественности, например, шпилькой, красивыми аксессуарами, или наоборот, впустившись в повседневность, достаточно просто надеть кеды или сандалии. Так что сейчас очень много тканей, которые универсальны, они дают нам эту возможность. Без чего мы не можем обойтись летом, это без хорошего дождевика. Будь это тринчко, тонорак или парка, в общем, любое стилистическое решение, которое вам ближе. И, конечно, такой плащ будет ультрамодным, если он выполнен в цветах нынешнего сезона. Например, таких, как тофи, синяя принцесса, розовый павлин, террариумный мох, куркума, желтая осина. Все это очень художественно звучит и не менее художественно выглядит. Какими бы ни были модные тенденции, но ваш образ должен отражать вашу индивидуальность. Это красная линия, о которой говорят сейчас все стилисты мира. Будьте сами собой, знайте, что вам идет. Подбирайте ткани соответственно своему внутреннему состоянию, чтобы ваш образ был максимально гармоничным, чтобы люди воспринимали вас очень органичной личностью. Здесь два пути. Можно довериться либо профессионалам, либо доверять зеркалу. Современная мода, где разрушаются стереотипы и стираются границы стилей, заставляет по-новому взглянуть на ювелирные украшения. С чем сегодня носят дорогие часы, роскошные серьги и кольца, эти вопросы мы задаем известным стилистам и лидерам мнения. Ювелирные правила, носить крупные бриллианты только вечером, не надевать одновременно серебро и золото и так далее, многие российские женщины в принципе никогда не соблюдали. И, как выясняется, правильно делали. Сами того не зная, мы предвосхитили сегодняшнюю моду, когда все правила отменили, даже в дипломатических кругах. И золото сейчас носят и утром, и днем, и вечером. Просто вот, например, вот этот бы я бы надела с какой-то денимом, рваненьким денимом. Ну, естественно, не к вечеру и не к платьям в стразах и в кружевом. А вот это бы тоже ни в коем случае не к вечеру. А к вечеру я бы надела вот эти грубые часы шины. И вот как раз кортье. То есть на контрасте, то есть кортье нигде все, ну, как бы каратами, блещи, да, а кортье, которые болты. На контрасте, то есть понежнее платье, погрубее украшения. Где, когда и как носить драгоценности знают стилисты. Не факт, что они правы, но они знают. Мы же в данном случае опираемся на вкус лидеров мнения. Так, например, в брендовом комиссионном магазине Камзол мы встретились с Натальей Андреяновой, владелицей бутика, организатором модных вечеринок и моделью в анамнезе. Хорошо, когда в городе есть такой сервис, когда ты, к примеру, можешь свое уже украшение, которое, к примеру, тебе надоело, да, хоть что-то новенькое, можешь прийти и сдать на реализацию. Могут быть разные варианты сотрудничества. Может быть, это реализация будет, может быть, это продажа. Очень крутой сервис – это на прокат. При стопроцентном залоге вы можете на какой-то особенный случай действительно произвести впечатление. Я вообще люблю все – и бюджетерию, и ювелирку. Но в ювелирке, когда вот ты вот в это вкладываешься, выбираешь вот этот весь сам процесс, порой даже создание, да, если ты это заказываешь, в какую-то душу вкладываешь. И вот, наверное, когда ты это надеваешь, ты вот как бы что-то прибавляешь к своему настроению. А настроение – это что? Это жизнь, а жизнь, по-принципу, самое главное. Я вообще люблю брендовую ювелирку и брендовую бюджетерию. Не потому, что я там человек зацикленный на брендах. Абсолютно нет. И я знаю, что вот, чтобы создать вот эту цепочку с сердечком, это целая философия, это целая история. И поэтому получается это так, как не получается ни у кого. Когда у каждого дома ювелирного, или у каждого бренда есть свои идеи. Мужчины и аксессуары – отдельная деликатная тема. Где заканчивается смелый вкус и начинается нарциссизм, опять же лучше спросить у профессионала. На мужчинах должны быть часы. И чем они оригинальнее, чем… Я не за дороговизну, я за какой-то интеллект. Все-таки, потому что женщина может как елочка быть, она может тебе это позволить. Мужчина, наверное, должен, ну, как бы думать. Нравится мне, когда в мужском гардеробе присутствуют часы, это однозначно круто. И запонки. Вот кольца не понимаем вообще никакие, а вот запонки… Мне кажется, запонки, вот так же, как и в женском моде, нужно миксовать как можно проще. И сейчас все идет к демократизации. Поэтому вот уже вот такие крахмальные образы мужчин, это, ну, как-то медитон. Во все времена такие дорогостоящие аксессуары, как кольца, часы и серьги с браслетами, отражали вкус и статус человека. Если говорить о дне сегодняшнем, то они, украшения, транслируют так же и отношения к современной жизни. Ведь есть люди, которые носят все это по-старому. И те, кто не боится экспериментов. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений. Предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63 Одевайся легко. Одевайся с удовольствием. Салоны «Польская одежда». У нас всегда новые коллекции. Ждем вас на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Сауна «Карибы». Большой бассейн. Турецкая и финская парная. Постоянные скидки и акции. Именинникам подарки. Улица Северная, 52, дробь 2. Телефон 211-09-90. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. На Кирова 159. Редактор субтитров А.Семкин